Большая часть людей начинает думать про здоровый образ жизни, когда им надо похудеть. Проклятые производители, они все хотят нас убить. Какой ужас. Ваши проблемы от того, что вы не едите мясо. К чему приводят глубокие дефициты? Слабость, усталость, отсутствие энергии, апатия, там волосы выпадают. Это такие неспецифичные симптомы, с которыми ты придешь к доктору, он тебе скажет, слушай, ну в твоем возрасте... Это все стресс. Это все стресс, там двое детей, идите отсюда. Мне врачи не могли поставить диагноз, сходи к трем разным врачам. Пошли к первым врачам, говорят, ну мы не знаем. И когда третий врач поставил вообще другой диагноз, я считаю, что у него аутоэмунцефалит. То есть здесь как бы, видишь, как нужно на самом деле у разных врачей спрашивать. Я знаю, что это полезно, но я это не люблю. А я не хочу есть то, что я не люблю. Я слишком стара для этого дерьма. Вот сейчас я считаю, что вот самая правильная точка, чтобы закончить. Ну что, всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь на моем YouTube-канале Белонощенко Подкаст. И со мной сегодня Мария Попова, автор блога о здоровом образе жизни для больших и маленьких. Смартмани. Подписывайтесь на ее Инстаграм. Нутрициолог, основатель проекта Health Norms. Со мной сегодня соведущая Татьяна Климова, спортсмен, мастер спорта по синхронному плаванию. И как только мы вот еще сели здесь в студии, как только мы включили микрофон, я сразу спросил. Маш, ты вообще за ЗОЖ или за нож? Она вначале спросила, а нож это что такое? Говорит, ну нож это нормальный образ жизни. Ну так вот расскажи, ты за нож? Да, я за нож и совершенно ответственно это заявляю, как автор книги про темную сторону ЗОЖ. И, собственно, вся проблема, которую я пытаюсь раскрыть в своей книге и пытаюсь рассказывать, в том числе через свой Инстаграм, заключается в том, что мы, многие из нас, склонны к перегибам и перекосам. Когда здоровый образ жизни превращается в нечто такое, что создает безумные ограничения для нас во всем, будь то питание, будь то информация, которую мы потребляем, будь то какие-то теории всевозможные или занятия спортом, то это уже вообще не про здоровый образ жизни становится, а про повышенную тревожность и, возможно, про вред собственному здоровью. Вот из личного опыта, тут написано, основано на реальных факапах, я рассказываю про свои собственные факапы, которых я нормально так наделала в период понимания, что же такое ЗОЖ. Машенька, ну расскажите нам, с чего начался ваш осознанный нормальный образ жизни? Как вы пришли к нему? Он начался с факапов. Мне кажется, по моим собственным наблюдениям, я, возможно, ошибаюсь, но большая часть людей начинает думать про здоровый образ жизни, когда им надо похудеть. Вот, собственно, это и было отправной точкой. Я про похудеть мечтала еще с класса девятого, в то время я голодала на кефире, я пыталась провести день на семечках, ну потому что ешь семечки, кушать не очень хочется, вроде бы их как бы ешь мало, и, возможно, я похудею таким образом. Это продолжалось в студенческие годы, дальше более или менее как-то подуспокоилась, но самый такой богатый период на эксперименты произошел после того, как мне поставили гистационный диабет во время второй беременности, и сказали, что либо вы меняете что-то в образе своего питания, либо мы начнем с вами уже взаимодействовать в другом ключе, с помощью медикаментов. Ну и, собственно, когда ты, хотел сказать, гуглишь в Яндексе, что такое правильное питание или здоровый рацион, то выскакивает. Ну, в тот момент, когда я сидела в клинике и ждала, когда мне делали глюкозотолерантный тест, я сидела с планшетом, я набрала, видимо, что-то вроде здоровое или правильное питание, и мне выпал один блог, в котором красивая девушка рассказывала про магию зеленых смузи, сыроедение, голодание, и настолько были вкусные и красивые фотографии, что я поняла, это оно. Это был первый факап. На самом деле нет, но все начиналось вообще-то хорошо. То есть я подумала, вот они, зеленые смузи, у нас появился дома блендер, мы начали покупать этот шпинат, свеклу и прочее-прочее. И если бы мы остановились, я в частности, вот только на этом одном нововведении в нашем рационе, быть может, этой книги бы не появилось, я подозреваю. Но по мере увлечения тема, что же такое правильное питание, я узнала, что оказывается наш организм может быть грязным, его надо почистить, вся проблема вот в каких-то шлаках, токсинах. Значит, потом надо обязательно голодать. Потом, ну мясо, это понятно, это худшее, что вообще происходит с людьми. Демонизация продуктов. Абсолютное, да. Вегетарианство неплохо, вегетарианство, да, хотя бы вегетарианство, но нормальные, адекватные люди, на тот период я думала, они не останутся вегетарианцами. Это лишь первая ступень к тому, чтобы стать настоящим осознанным человеком и здоровым. Дальше ты должен стать веганом, дальше обязательно ты становишься сыроедом. И пранаедом. Ну пранаедом это уже прям такие какие-то уникальные люди, но, в общем, ты прям обязан стать сыроедом. И вот только тогда, когда твой организм будет кристально чист, сознание, естественно, еще чище, ты, наконец-то, имеешь надежду на то, чтобы прожить, ну там, да, 100 лет. Ну, короче, ты становишься таким жестким сыроедом, такой только хардкор. Только хардкор, причем все мысли вокруг еды, все мысли вокруг ограничений безумных. Да, дело в том, что самое опасное, что происходит на этом пути, это когда ты начинаешь бояться продуктов. То есть ты смотришь на полку в магазине, ты думаешь, что вот здесь проклятые производители, они все хотят нас убить. Ничего там есть нельзя, яды, пестициды, гной, который образуется в результате потребления, там, мясо, молочки, глютена, и ты целыми днями думаешь только о том, как бы съесть что-то максимально здоровое, чтобы не навредить себе. То есть еда начинает восприниматься не как еда для организма, а как что-то, что может тебе навредить. И ты пытаешься среди того многообразия найти что-то, что тебя спасет. Вот хлорофилл, который мы покупали, замороженный там, витграс. Я выращивала микрозелень, я проращивала рожь, потом что-то молола ее на мясорубке, делала какой-то живой кисель. В общем, это был какой-то кошмар, но я делала, что человек увлекающийся очень. И на тот момент я вообще не знала, что существует такое понятие, как критическое мышление, что информацию следует перепроверять. Кстати, Юра, тебя, наверное, в школе будут учить основам критического мышления. Ну, конечно, у нас во всех школах «Белый ворона» один из курсов – критическое мышление. Поэтому я каждый раз даже и говорю, что когда мой сын задает слишком много иногда вопросов, потому что это начинает иногда бесить. Но это я шучу, но хорошо, что он задает много вопросов. Вот. И хорошо, когда в школах… Мне кажется, это классно, что я пытаюсь свалить ответственность на кого-то другого, но в целом, если в школе тебе говорят с детства, что учитель всегда прав, как учитель сказал, так оно и есть, то ты, в принципе, вообще не обладаешь способностью… Ну, я говорю про свой случай. Я вот не обладала способностью, чтобы подвергать сомнению чьи-то авторитетные утверждения. И я думаю, судя по опыту моего взаимодействия уже с моей довольно большой аудиторией, в такой ловушке оказываются многие люди, что если ты набираешь в Яндексе первый какой-то запрос и первые строчки, которые тебе выпадают, ты думаешь, что так оно и есть. Вот. Я нашел информацию. То есть найти информацию в интернете – это натурально вбить в поисковики и думать, что это правда. Обычно самое, что на первом, втором месте. Конечно. Первый, второй, третий – самые такие большие. Конечно. То есть, условно говоря, если бы какой-нибудь появился сейчас доктор, который бы пропагандировал лечение ковида накладками, не знаю, из лопуха, то человек, который думает, что информацию надо искать таким образом, вот он бы нашел вот такого доктора и начал бы лечить ковид накладками из лопуха. Ну вот так действовала я. Еще и блог бы сделал. Конечно. Соответственно, как увлекающийся человек, я зашла довольно далеко вот в этих своих факапах. Это было и сыроедение, и фрукторианство. В сыроедении тоже этого недостаточно. Фрукторианство. Нам надо туда. То есть, вообще одни фрукты были. Одни фрукты, да. Я туда же втянула своего мужа, да. Кстати, вот мой следующий вопрос о том, как вообще восприняли это домашнее. Сильно ли они протестовали? Бабушкам было жалко детей, конечно же. А детям у нас сколько уже было на тот момент? Старшему сыну было, получается, около шести лет. То есть, долго. Это в первой беременности у вас преддиабет? Во вторую беременность. А, во вторую всё-таки. То есть, уже был пострадавший ребёнок на этих экспериментах. В гною вскормленный. Родился вот Вася, наш второй сын. Собственно, Вася, ну, наше глубокое было убеждение, я искренне верила в то, что я делаю только на пользу детям. Задачи не было навредить. Да? Соответственно, вот надо было спасти старшего сына, потому что он уже был испорчен пельменями, блинчиками, кашами, вот этим вот всем. Какой ужас. Надо было, во-первых, спасти старшего, во-вторых, не ввести в блуд младшего. Младший, кстати, вообще нормально у него всё было, потому что, ну, малыш в грудном скармливании. Потом льняные каши я какие-то ему делала. В общем и целом там ещё более-менее. Молочные продукты я ещё как-то оставляла в рационе. Вот старшего, когда он говорил, мама, я хочу пельмени, а я, нет, ты что, это есть нельзя, у нас дома этого не будет. Сейчас я понимаю, что там бедный ребёнок. Перегибали немного, да? Ну, не немного, перегибали на самом деле довольно сильно. Дети, понятно, дети-заложники. А вот что сказал муж? Он вас поддерживал именно в таком, ну, так скажем, прям увлечении серьёзным, профессиональным. Вот всем проращиванием. Это же сколько времени надо, сколько энергии для того, чтобы просто создать один обед. Ну, во-первых, я человек достаточно энергичный. До момента, пока я не скатилась в дефициты, у меня энергии было валом. Другое дело, что такое питание в итоге привело к тому, что я скатилась в дефициты, и энергии поубавилось. Но всё-таки это же не происходит в один день. Любые перекосы не происходят в один день. Человек, который курит, когда-то он сделал одну затяжку, он не выкурил сразу пачку, да? То есть это постепенно втягивающийся процесс. Более того, мы имеем такое когнитивное искажение, когда, если мы во что-то верим, мы ищем только подтверждение своей веры. Мы не ищем, а что говорят другие, если мы не знаем про критическое мышление. Соответственно, сначала мы исключили мясо, потом мы поняли, что вегетарианство – это молоко, это плохо и прочее, мы исключили молочко. То есть это такой постепенно затягивающийся процесс, который во времени длится. И муж, например, в тот момент он весил порядка 100 килограмм, когда это всё случилось на пике формы, он весил 78 килограмм, и к нему коллеги уже на работе подходили, говорили, Иван, может, ты вернешься к котлетам, нормальным мужиком станешь, потому что прям мощи такие ходили на работу. И закончилось очень печально, он схватил настолько суровый дефицит витамина В12, в частности, что он просто не мог встать на встречу, на одну пойти, вот у него должна была быть встреча, он просто не смог встать туда. И только из-за того, что да, мы… Я не обладала на тот момент информации о том, что вообще-то надо проверять анализы. Вообще-то, если ты совершаешь какие-то действия в радикальном смене образа своей жизни, то тебе нужен напарник, грамотный напарник, грамотный специалист, который тебя будет сопровождать. Нет, я читала статьи, я читала вот этих достаточно фанатично настроенных людей, которые агитируют за такой тип питания, которые говорили, это всё неучи неучи вам рассказывать, что у вас будет дефицит, настоящее питание, без дефицитов, в природе нет таблеток, в природе нет добавок, нам это ничего не надо. Ну и вот это вот всё. То есть я скатилась вот в эту крайность. Но, и об этом книга, но есть же ещё другие крайности. Кто-то, не знаю, там живёт на какие-то диетах. Вообще расстройств пищевого поведения. Огромное количество. Огромное количество. Ортерексия, да, когда, ну, сколько у неё разновидностей, 20, 15? Да, да. И поэтому это вот лишь один из примеров, к чему это может привести. У нас хэппи-энд, да, в какой-то момент я начала читать научпоп на тему того, как вообще работает наш мозг. Я читала книги Аси Казанцевой. Я узнала о том, что существует пирамида доказательности, что если кто-то что-то говорит, вообще-то не всегда это правда, что это надо перепроверять. Потом я стала узнавать, какие инструменты бывают для того, чтобы перепроверять информацию. А потом я решила перепроверить ту информацию, к которой я верила. Ну, например, там моя Библия была, китайское исследование Колина Кэмпбелла. Вот прям казалось, это какие-то учёные написали, доказали, рассказали, что вам ещё надо. Более того… Много жителей китайцев. Да, и они же рассказывают, что очевидно, почему вас заставляют есть, ну, точнее, вам маркетируют там мясо, молоко? Это же целая промышленность. Это выгодно кому-то, поэтому вам всегда будут рассказывать, что это правда. И когда ты не умеешь анализировать, ну, вот правда же. Но овощи – это тоже промышленность, их тоже выращивают и продают. Это так же, как есть понятие про бигфарму, злую бигфарму, которая мечтает нас всех подсадить на лекарства. И есть святые производители БАДов. Они, видимо, их просто нам бесплатно раздают, и ничего на этом не имеют. Они, конечно, святые. То есть это вот эти вот такие когнитивные искажения. Ну да, вот вы правильно сказали, мне очень понравилась формулировка, что мы ищем информацию, которая подтверждает, что мы правы. И отсекаем полностью информацию, где надо задуматься. Это вот ошибка того, у нас сейчас, нашего времени, потому что информации полно. И информация разная, и многим очень она вредит. Китайское исследование в итоге ты веришь в него? Конечно, нет. Это же не вопрос, верить можно в Бога или не верить в Бога. Дальше, если ты пытаешься разобраться в вещах, которые околонаучны, то вопрос, хватает ли у тебя знаний для того, чтобы это проанализировать. Я почитала. Мой путь начался с простого действия. Я вбила слова. Критика китайского исследования. Оказывается, так можно было. Открывается Википедия. Боже мой! И в Википедии там и медики, и профессора. Они все, ну там, вот, не знаю, Кэмпбелл пишет, что, не знаю, там, казеин убивает крыс, а на самом деле он проводил эксперименты с нарушениями, а на самом деле там были какие-то невероятные дозировки. Ну, я условно говорю, я уже сейчас не помню. Ну, я тогда издательству Маноно и Фербер хочу сказать, что, может быть, хватит уже тогда продавать эту книжку китайское исследование. Может быть, у них есть очень много непроверенных фактов. Окститесь, господа. Я хотел сказать, что вот последний стажер, который не прошел стажировку, если вы помните Юрию подобного, 4 года ходил и плевался, харкался. У него вечно были там гастриты и все прочее. Он ни разу не сходил к врачу, потому что врачи обманывают, прописывают лекарства за деньги и крадут. Но он покупал какие-то ампулы, которые держал в холодильнике с специальными бифидобактериями и съедал огромное количество масла с прополисом. Делал каждый день 6 разных отваров чаев, и за 4 года никакого излечения он не получил. Но я односильно отправил его к врачу, и за 1 месяц они излечили все, что у него было. При помощи пары пшикалок за 300-400 рублей, на которые он жаловался, что они, оказывается, денег стоят, ему придется три ампулы купить. Но вот ту историю с БАДами, в которую он за это время за 4 года вгрохал тысячи долларов, нет, это нормально, это прекрасно. История такая, показательная. Жизнь, да, да, да. Ну и еще есть вот эта же прекрасная история про ошибку выжившего. Я вот здесь пишу. Да, да. Вот с этим и сейчас во времена пандемии, да, и вот что происходит вокруг, там далеко ходить не надо. Знакомый моего знакомого, там, умер после того, не знаю, как ему поставили прививку. Ну все, ну как бы вот он, и я в это верю. Или, например, я в книге это рассказываю, да, даже когда я была на таком типе питания и рассказывала, насколько оно хорошо, ну типа мне помогло, то человек, который следует за мной и верит, что вот надо таким образом действовать, он же не знает тех, кому не помогло. Может быть, есть одна я, которая помогла, и за мной тысяча тех, которых не помогло, которым не помогло. Да, это про дельфинов, да, мы думаем, что они добрые. И когда дельфины спасают утопающих и к берегу их приносят, мы не знаем, скольких утопших они унесли в ту сторону. Абсолютно. То, что ты говоришь про ошибку выжившего, это как в любом даже бизнесе, да, когда вот мы говорим, вот у вас бэби-клуб, вот у вас получилось, как у вас такое получилось. Но мы рассказываем, как мы это делали, мы даем эти все материалы, и когда партнеры к нам приходят, мы их обучаем. Но то, что не получилось, понимаешь, это никто не знает, почему не получилось, и кто может это повторить. А повторить бывает сложно. Конечно, это же еще удача и успех. Или как, например, ребенок мне говорит, а зачем мне учиться в школе, получать образование, вон, Моргенштерн, зарабатывает больше, чем вы, все соседи и родители. И приходится объяснять, что вот есть один Моргенштерн, ты знаешь этот пример, а сколько таких Моргенштернов не попало в рейтинге, мы этого не знаем. Но, скорее всего, там их было много. Или в спорте, да, такая же история. В спорте вообще, да, один победитель, один чемпион олимпийский, а все остальные за бортом. Поэтому это прям пример такой конкретный. Маша, скажите, пожалуйста, все-таки, когда вы начали, когда вы прозрели? Вот как, собственно, человек скатывается вот в одну крайность. Невозможно в один день проснуться, и все, я поменял свою веру. Ну, все-таки точка невозврата была. Точка невозврата – это, на мой взгляд, несколько книг про то, что вот Ася Казанцева, мне кажется, с ее вот книг у меня все началось. Она книгой «В интернете кто-то неправ». Вот это первая книга. И там я вообще узнала, что да, оказывается, есть научные источники, и есть мифы, и заблуждения, откуда они берут. Она там самые популярные мифы разобрала. После этого во мне зажегся вот этот огонь энтузиаста. Я пошла и прям проверила те исследования, на которые опирался доктор американский, который пропагандирует как раз растительное питание. Я прям… У него такая же книга, только потолще. Более того, если у меня вот в книге здесь есть список источников, вот он здесь в конце, можно зайти и посмотреть. Вот он, список указанной литературы. То там в книге нет списка источников, там есть такая ссылка, типа, если хотите список источников, идите по этой ссылке. То есть должен еще потрудиться. Я пошла по этой ссылке. Она не работает. Нет, она работает, но все в порядке. Это бестселлер мировой. 200 страниц источников. Я посмотрела, какая критика есть этой книги на англоязычных сайтах. В России эта книга только вышла, и ее нет никакой критики. Я нашла несколько разборов, и я пошла смотреть прям те исследования, которые уже разбирали, и искать новые. И там пример, например, доктор говорит, вот дети с астмой исследовали там детей, у которых есть астма. Значит, у них там в рационе были, не знаю, исключили у них из рациона мясо, перевели на растительное питание, и дети выздоровели. Пишет он, автор. Но в исследовании написано, что у детей остались в рационе там овощи, рыба, молочные продукты. Ну, исключили там, допустим, только мясо. Только красное мясо. Да, 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 да. И получается, что ты одну часть говоришь аудитории, что там овощи остались, но ты не говоришь, что там вот это еще есть. И так по всем исследованиям, которые он приводится. У меня есть эфир на Ютубе, я сделала разбор. Конечно, меня полоскали. Ну, аудитория была просто по-другому нацелена. И тут вы вдруг с вражеским вообще визитом. И я недавно узнала, что у нас есть еще одно когнитивное искажение. Я забыла, как оно называется. Вот одно дело, когда мы ищем только подтверждение, да, когда мы во что-то верим, мы ищем подтверждение в своей правоте. Есть другое когнитивное искажение, как-то оно называется, по-моему, от обратного. То есть, если мы прям сильно во что-то верим, при этом приходит кто-то, или мы находим информацию, которая противоречит нашим убеждениям, мы еще больше начинаем верить в свою правоту. То есть, нам кажется, что, ну, опять же, с прививками, да, допустим, у нас нет сейчас никакой агитации, но, допустим, если человек не верит, что прививки работают, вот сейчас он не хочет делать вакцинацию, он думает, что это не работает. выпускает, не знаю, ВОЗ или там Минздрав, целое там обращение, где рассказывает, это супер, это классно, делайте, делайте. Прочитав это обращение, он еще больше будет думать, что это точно наговор. Ребята, тут что-то нечисто. Чипировать. Соответственно, даже когда я сделала вот этот вот разбор, когда я своей аудитории тогда рассказала, что вот посмотрите, как оно бывает, ну, прям у меня массовый исход был людей. Отписывались. Конечно, и отписывались, и хейтили. Потому что вот, да, очень сложно там признавать свои ошибки. Ну, и, соответственно, постепенно начался у меня этот путь обратно, и постепенно там вообще от замороченности на питании я пришла к пониманию, что не питанием единым. Невозможно все выстроить свою благодатную, счастливую, здоровую жизнь, только выбрав какие-то продукты себе в тарелку и исключив какие-то другие продукты. Ну, это не так, так это не работает. Что ты ешь сейчас? Я ем все. Все, что люблю, скажем так. Я вот знаю, например, что полезна рыба, омега, вот это вот все прям, ну, вот все рекомендую, да, самая здоровая диета – это средиземноморская диета. Но я не люблю рыбу. И поэтому получается, что я недавно читала исследование и даже писала пост в свой Инстаграм на тему того, что вот есть как бы так, ну, как бы среди нутрициологов, на мой взгляд, есть таких два лагеря. Одни говорят, что вот есть какое-то правильное питание, собственно, питайся всем подряд. Ну, главное, чтобы оно было разнообразное. Разнообразное, да. Максимально разнообразное питание, и не нужны тебе никакие добавки, все будет в порядке. Ну, типа витамин D. Ну, вот признано уже, что витамин D. Это один лагерь. Другой лагерь говорит, нет, есть индивидуальные особенности, есть там вредный глютен, есть там еще что-то вредное. Нет, там без добавок нам не прожить. И, соответственно, невозможно питаться разнообразно. Вот я для себя сформировала позицию, я нахожусь где-то посередине. Потому что я верю в то, что я знаю, что не всем людям нельзя есть глютен. Не все, абсолютно. Большей части можно есть молочную продукцию. И, кстати, там про то же красное мясо, там же вопрос не про само красное мясо, а в способе его готовки. И с чем еще его употреблять? Если с теми же овощами и микрозеленью, и парафилами, это совсем другая история. То есть нигде ВОЗ не пишет, что вареная говядина обезжиренная – это табу, не ешьте. Нет такого. И там то, что говорили, что ВОЗ внес в список канцерогенов, так там в списке канцерогенов, по-моему, колготки есть женские. Ну, то есть вопрос приготовления. Не будем их готовить. Не готовьте. Вот, соответственно, при этом я понимаю, что максимальное разнообразие рационов все равно построить сложно просто из-за вкусовых предпочтений. Вот рыбу я не ем, а это очень полезная группа. Да, вы сократили себя. И все. Да, я знаю, что это полезно, но я это не люблю. А я не хочу есть то, что я не люблю. Я воспринимаю еду не просто как топливо, но это важная часть нашей культуры, нашей культуры, прежде всего. Я хочу, чтобы мне было вкусно, максимально полезно. И понятно, что строить… Но при этом я не могу строить еду вокруг, рацион вокруг одного фастфуда. Но это и не вкусно, мне кажется. Да, табу все-таки есть у вас в рационе? Нет, вот прям нет табу. Вот трансжиры, фастфуд. Ну, что-то такое, что вы будете есть, ну, прям вот совсем, если будет какая-то безвыходная ситуация. Вот нет такого? Сейчас табу нет никаких. Вопрос в том, что это не хочется. Не хочется. Вот я чипсы не хочу есть, я их не ем. И детям я их не показываю. Ну, пока мы вот в состоянии… Дети еще в том возрасте, когда все решают родители. Если мы домой не приносим, например, чипсы, они понятия не имеют, что чипсы вообще существуют, а что так можно. Вот. И, соответственно, табу нет. Но я знаю, как строится там нормальное, хорошее, здоровое меню для человека, для женщины. Ты сегодня позавтракала чем? У меня завтрак всегда, вот уже 5 лет стабильно, да, больше 5 лет, одно и то же. Это ягоды, фрукты из морозилки. У нас прям большие заготовки. Мы с лета готовим, но у нас у бабушки свой сад. У нас 500 литров замороженных ягод, персиков. Ну, в общем, всего вот этого. Я накануне это достаю. В общем, ягоды, фрукты, орехи, горсть орехов, семян, чия, лён, и всё это залито ряженкой такой жирной, там 4-6%. Всё это чуть-чуть постоит, и вот такой получается один из вариантов как-то в рекомендациях есть, по-моему, британских, это такое, они делают это с греческим йогуртом и с овсяными хлопьями. Ну, это белковый компонент, раз, во-вторых, это жирность, да. То есть мне комфортно. Ну, в принципе, всё, и клетчатка, и углеводы. Клетчатка, белки, жиры, углеводы, вот то, что нужно. Вот мы всегда так завтракаем, я и муж, это сытно, питательно. Так, а как же разнообразие, или 5 лет одно и то же. Разнообразие я набираю за счёт того, что разные ягоды. Раз, во-вторых, ну, орехов там тоже разные, там и макадами, и прочее, прочее. Кстати, орехи-то вы активируете правильно? Вы их вымачиваете? Раньше я вымачивала, боже, боже, сколько времени я раньше её натратила. А как же, фитиновая кислота? Да, фитиновая кислота на самом деле является, может стать проблемой. Ну, слаивается хуже всё-таки всё равно с ней. Да, она может быть таким антинутриентом, но в том случае, когда рацион выстроен полностью на растительном питании, когда её становится слишком много. Если мы говорим про разнообразный рацион, то в разнообразном рационе не будет избытка фитиновой кислоты. То есть от того, что я съела горсть орехов… 10-15 орехов в день. Ну, да, это и есть горсть. 10-15 в день. Больше не рекомендуется. Да, да. И поэтому никаких сложностей с усвоением микроэлементов от такого количества нет, не будет. Вот получается, чем больше ты создаёшь себе ограничений, тем ты скатываешься в этот клубок сложностей. Больной уже, получается, ты действуешь. Ты вроде как бы к здоровью идёшь, а питаешься как больной. Думаешь уже как больной. Да, повышенный стресс. Бесконечный стресс. Но нет только плохого. Я, например, благодарна вот этому своему опыту, потому что, например, в нашем рационе появились бобовые. Вот мы никогда раньше не ели бобовые. У нас в семье было не принято. Я как-то не помню, что мама в детстве готовила фасоль. Ничего такого нет. Вот в моём детстве этого ничего не было. А сейчас мы это едим. И вот спасибо веганству, вегетарианству за то, что вот такая ценнейшая группа продуктов стала присутствовать в нашем рационе. Это суперценно. И это, опять же, про разнообразие. Про разнообразие, да. В магазинах они есть? Вот эти бобовые? Ну, конечно. Консервированная фасоль у меня дома вообще не переводится. В любой суп я добавляю фасоль. В любой. В борщ, там ещё куда-то. Очевидцы, сколько их видов. Красные, зелёные, жёлтые. То есть я понимаю, что это прям настоящий суперфуд бобовый. И я стараюсь вот везде, где можно и нельзя, использовать возможность для того, чтобы самой и детям, и мужу. Потому что это очень ценный. А что тогда дети едят на завтрак? То же самое, что и ты? Нет. Вот дети это не едят. Потому что дети уже привыкли к такому, к тёплому завтраку. Обычно это каши. Сегодня вот я блины им пожарила, сырники делаю. Ну, в общем, всё классическое. Единственное, что понятно, дома у нас цельнозерновая мука. Я не покупаю практически белую. Понятно, что овсянка, которую я им варю, это долгой варки. То есть, условно, те же самые продукты. Вроде как ты выбираешь овсянку, но ты можешь выбрать два варианта. Либо долгой варки, и тогда это будет полезно, вкусно, не знаю, питательно. Либо ты покупаешь минутку и получаешь пустые углеводы. Ну и как бы, да, и просто сахар в крови поднимается и никакого эффекта. Машенька, расскажите про свой проект. У вас есть прекрасный проект, обучающий, доступный для всех, как можно проверить, самостоятельно сделать чек-ап, не потратив на это какую-то бешеную сумму. Как можно понять, что с тобой по анализам? Я думаю, надо рассказать предысторию появления этого проекта, потому что, мне кажется, как раз классный проект рождается из личных болей, правильно, Юль? Так же, как у вас проект рождался, да? В страдании, да, рождается. Да, да, твоя боль. Ты понимаешь, что никто не может эту боль закрыть, и ты пытаешься закрыть эту боль самостоятельно. И тем самым ты можешь дать решение вопроса и людям. В общем, что получилось в плане питания? Да, мы питались, питались и допитались до того, что мы скатились в глубокие дефициты. Но к чему приводят глубокие дефициты? Самые распространённые, например, там у мужа был дефицит B12, у меня был дефицит и B12, и железо. Да, слабость, усталость, отсутствие энергии, апатия, там волосы выпадают. Это такие неспецифичные симптомы, с которыми ты придёшь к доктору, он тебе скажет, слушай, ну в твоём возрасте, мне так и сказали, ну в смысле, а что ты, и я так живу. И это всё стресс. Это всё стресс, там двое детей, идите отсюда. Соответственно, вот эти дефициты, во-первых, ты должен их понимать, что они существуют. И это не выдумки, не придумки. Даже если у человека разнообразный рацион, особенно если это женщина, то в любом случае у неё есть риск развития как минимум одного дефицита, самого распространённого в мире. Железо. Дефицит и железо, конечно же. Даже если построен разнообразный максимально рацион, но ты женщина, то как минимум в зоне развития одного риска каждая женщина на планете находится. Это дефицит железа. Сейчас не будем объяснять, откуда это берётся. Я в блоге у себя много говорю. Так вот, соответственно, когда мы столкнулись с проблемой первой, что дефициты, во-первых, могут появиться, а во-вторых, ещё их надо как-то найти. Я пошла, я не знала, что сдавать. Вот у меня я стала чувствовать слабость, усталость, у меня начали сыпаться волосы, мне стало тяжело просыпаться по утрам, и я не понимала, с чего начать. Ну, я сходила к доктору, доктор мне сказал, а что вы хотите, вам там 32 года, у вас там ребёнок, все так живут, волосы отрастут, у всех женщин выпадают волосы. Окей, но такой вопрос меня не устроил. Дело в том, что я тогда уже вела активный Инстаграм, я рассказывала про радость растительного питания, и я стала почти лысая. Вот ты представляешь, блогер, зложник. Да, красоту, здоровье. То есть если полистать эту ленту, то там можно найти? Есть уже в некоторых постах. Там нет, в галерее. Да, в галерее есть. Потом уже, когда я разобралась, мне было очень страшно, потому что, с одной стороны, я транслирую людям информацию о ГГ, мы с вами тут здорово, да, питаемся, и у меня сыпятся волосы, и они настолько сильно сыпятся, что уже появляются залысины, и мне стрёмно. Тогда не было сторис ещё, поэтому были только фотографии. То есть если ты как бы вот такое действие сделаешь, как бы вот так вот всё сюда сделаешь, да, и каким-то боком повернёшься, то волосы как бы ещё есть. То есть фотку сделать можно. Нет, но это уже достаточно серьёзно. Видео тогда не было. Просто волосы лезут, да? Это был ужасный опыт, да, и, соответственно, вот это происходило со мной. Я стала искать в интернете информацию, причины выпадения волос. Несколько статей выпали, что железо, бывает причина, ну, дефицит железа, бывает причина. Что сдать? Я пошла в инвитро, рядом с домом, и говорю, железо. Я хочу сдать железо, окей? Ну, и так как я была на растительном питании, давайте ещё и B12 проверю. Я сдаю анализы, приходят результаты, результаты в норме. Ну, в смысле, они были в референсе лаборатории, лаборатория ничего не подчеркнула. Да. Я пошла к доктору, ваши анализы в норме, вам не сюда, отдыхайте, в общем, все свободны. И вот спустя, ну, я не могла успокоиться. Я думаю, окей, у меня вроде бы как бы в норме, но там что-то на нижней границе, и буду пить железо. Я начала сама пить железо. И спустя какое-то время я стала замечать, как мне становится лучше. Пить железо – это что именно? Препарат железо. Я пошла в аптеку, поискала, какие бывают препараты железа, пошла в аптеку, прям купила препарат железо. Думаю, ну, вряд ли я себе сильно смогу навредить, потому что оно мне где-то вот тут вот ниже нормы. Ну, точнее, оно в норме, но на самом низу. Вот до верха дотяну, и там видно будет. Ну, и B12 тоже, конечно, начала, потому что тоже думаю, что-то как-то где-то тут внизу, тоже попринимаю. И мне реально стало лучше. Потом случилась у меня третья беременность, и так как у меня был вот этот страх, что я опять стану, у меня восстановились волосы, что я опять стану лысая, я принимала железо во время беременности. Ни доктора, ни ведущие гинекологи, ничего мне не говорили, ваши анализы в норме. Ну, в норме и в норме. У меня есть даже посты, где я показываю там после вторых родов, после третьих родов, после вторых там лысая, после третьих родов всё окей, всё было нормально. Но родился третий ребёнок, и я вижу, что мне есть чем сравнить, два старших брата есть. Он не перевернулся вовремя, когда дети переворачиваются со спины на живот. То есть братья уже перевернулись, а он не перевернулся. Он плохо спит ночью. Он, ну, там, поздно пополз. То есть я стала замечать, я сравниваю с братьями, и у меня начались тревожные звоночки. Я стала искать, что с этим делать. А вы всё ещё на питании растительного. На растительное питание. И он на грудном скармливании, соответственно. И он на грудном скармливании, да. И я наблюдаю, что вот это происходит. Педиатры, ну, а, ну, естественно, когда ты находишься в такой парадигме, да, что чистое питание, вот это вот всё, ты же прекращаешь верить врачам. Конечно же, они все хотят нас убить, и, собственно, туда ходить нельзя. Абсолютное недоверие к врачам. И поэтому я искала доктора, который ведёт, вот, кстати, Голубой океан, доктора, которые ведут вегетарианцев и веганов, которые не говорят вам ваши проблемы от того, что вы не едите мясо. То есть человек же не слышит. Когда я приходила, вы ешьте мясо. Это не решение моей проблемы. Доктор, а можно как-то по-другому? Расскажите мне, если я не хочу есть мясо, есть какие-то ещё варианты? Я с трудом нашла такого педиатра, но и он нам не помог. В общем, однажды в Инстаграме я там сидела, я вижу одного доктора, мне посоветовали, что вот этот доктор, он веган-френдли. Сходи к ней. Сейчас мы уже подруги. Настя, я передаю тебе большой привет. Это врач-гематолог Анастасия Арсенёва. И у неё где-то там, я увидела в комментариях, где она пишет, тоже там кто-то жаловался, кто-то сдавал анализы, она пишет, референсы — это не нормы. Вот эта одна фраза стала стартовой точкой для вот этого большого проекта, который появился. Референсы — не нормы. И у меня сложился пазл. То есть мои анализы на самом деле были не в норме. Они были в референсах. Доктор не увидел, что там дефицит. Эти дефициты и были причиной моего состояния, выпадения моих волос. Естественно, мы сдали анализы детей. У детей анализы были в референсах, но там были тоже дефициты. Тоже не в норме. Задержки развития, неустойчивая нервная система. Вот это вот всё следствие, в частности, у наших детей, того, что у них были дефициты, но их анализы были неверно расшифрованы. Нормы на самом деле прописаны в клинических рекомендациях, в научных статьях, в гайдлайнах. Лаборатория просто калибрует аппарат. Вот взяли женщин, условно говоря, измерили у них, или там мужчин, потому что отличаются референсы детские от мужских и от женских. Вот самый популярный, не знаю, гемоглобин взяли, померили у женщин от 18 до 60 лет, какой вообще бывает гемоглобин, распределение по 2,5%, отняли с двух сторон. Вот это стало референсом. Это огромная пропасть. Это пропасть. То есть, если ты, допустим, посмотришь референсы, не знаю, в лаборатории инвитро или в любой другой, во-первых, они все будут разные. В одной лаборатории одни, в другой лаборатории другие. Но они не сильно отличаются всё же. Они не сильно отличаются, но в рамках этих. Да. То есть, допустим, если мы берём и ориентируемся на нормы ВОЗ, то в одной лаборатории, допустим, если референс начинается от цифры 120, я буду в норме. А в другой лаборатории доктор этого не увидит. Ну, то есть, если он смотрит только на референсы, не знаю, какие есть нормы, он… Нет, то, что ты говоришь, то, что было, например, со мной, когда мне врачи не могли поставить диагноз, говорит, сходи к трём разным врачам, к трём разным врачам. Пошли к первым врачам, говорит, ну, мы не знаем там, мы не можем поставить диагноз, может быть, там, не знаю, у Юры было что-то там, непонятно что. У второго. И когда третий врач поставил вообще другой диагноз, не похожий на них, когда он сказал, я считаю, что у него аутоиммунноцефалит, поэтому сейчас мы будем там делать такие антибиотики, там, и так далее, и так далее. То есть здесь как бы, видишь, как нужно на самом деле у разных врачей спрашивать. И, может быть, даже у разных клиник нужно смотреть анализы. Теперь опыт ведения проекта, три года моему проекту показывает, даже это человека может не спасти. Потому что, и для меня это загадка, как происходит так, что документы, которые выпускаются, например, сообщество, там, ассоциация гематологов, например, выпускает документ, где пишут, что вот железо должно быть таким-то, там, гемоглобин должен быть таким-то, это официальный документ. Но до поликлиник стандартных этот документ не доходит. И ты можешь в одну, в другую, в третью, а врач вообще не в курсе о существовании вот этих вещей. И проект стал очень популярным именно потому, что вот с такой же историей столкнулись тысячи людей. А учитывая то, что на самом деле дефициты, они базовые дефициты, они очень распространены, но мы знаем про пандемию дефицита витамина D, мы же знаем, это официально общепринято. Это только сейчас стало, никто раньше анализы-то не сдавал, пока, так сказать, в больницу не попадут. Конечно. Но про анемию, например, мы знаем ещё из классических. Белоснежка и семь гномов, например. Почему белоснежка с белой кожей? Или, например, в литературе вот этих графиней, которые с нюхательной солью всё время, они страдали мигренями. Почему они страдали мигренями? Было преподнесено как признак аристократии. На самом деле есть прикольный, можно тоже поискать, где люди ищут признаки болезни у литературных героев или у героев фильмов. Ну, в общем, анемия – это вообще давно известное явление. Во времена крепостного права лечили вот анемичных женщин свиной кровью. Хорошо, что мы живём сейчас, правда? Нельзя не пить сказ о кофе, алкоголе и других жидкостях. Ради кофе можно пойти на всё, даже на работу Белгейтс. Вы с мужем пьёте кофе? Обязательно. Но, к счастью, этот миф уже давно развенчан о том, что кофе вредит нам. На самом деле доказано, что кофе не просто не вредит, а кофе полезен. Хорошо, тогда какой именно? Вы там эспрессо или капучино с молоком, без молока? Капучино. Очень любим капучино. У нас кофемашина. Соответственно, я люблю арабику стопроцентную. Вот кофемашина наша домашняя делает нам утром капучино, и мы наслаждаемся этим прекрасным напитком. Прямо сразу захотелось. Сразу захотелось за капучино. Я больше всего люблю кению. Самую такую кислую. Я бы сказала, яд от лекарства отличается только дозой. То есть с кофем тоже нельзя перебарщивать, потому что одна чашка в день, максимум две, это окей. Но когда это переходит в пять-шесть, вот она приведет начало аномии. Это тоже одно из... Кофе вымывает сильно железо из организма. То есть, да, всё-таки про количество тоже, наверное, есть в вашем... Ну, это, как мне кажется, о чём бы мы ни говорили, какой-то мужик умер от того, что он перепил воды. То есть мы любое возьмём, аспект, будь то питание, будь то спорт, будь то, не знаю, бизнес. Всё, вопрос вот в этом балансе и гармонии. Не только от воды, прям буквально написали, что блогер умер от того, что он 40 дней не ел вообще ничего. Я не знаю, это правда... Я не уверен, что это подтверждённая информация или нет. Я тоже слышала. Я тоже слышала. Думаешь, хайп? Надеюсь. Нет, там было, он даже сторис выкладывал, что это каждый день. Я умер. Я умер, я не ел 40 дней. Нет, потом нашли где-то там в деревне, да. Машенька, пять правил в вашем доме. Пять правил вообще... Питания, здорового образа жизни. Что? Пять правил. Пять правил. Режим. Обязателен режим дня, и вся семья живёт по строгому режиму. Ну, я имею в виду... Что я имею в виду под режимом? Это чёткое время отхода ко сну, ну, и, соответственно, подъёмы. До 10 часов все члены семьи должны находиться в кровати. Никаких засиживаний перед телевизором. В общем, сон – это святое. Это самое важное вообще, наверное, с чего надо думать о здоровом образе жизни. Доказано исследованиями, что люди, которые не досыпают, они там на 20 или на 30 процентов чаще страдают ожирением. Ну, в общем... Конечно, вовремя не заснул, наелся. Более того, если ты не выспался, даже если ты вовремя заснул, но не выспался, да, то вот в этом состоянии недосыпа ты начинаешь больше есть. Хочется сладкого, хочется взять энергию. Радости жизни. Организм не просит... Ну, ты не можешь лечь в офисе спать, но организму нужна энергия, которую он не взял во время сна. И он будет просить что? Не шпинат. Не шпинат. И ещё очень важно, я знаю, что заснуть сегодня, а проснуться завтра, да? Вы тоже так, как я понимаю, считаете? Нет, это тоже один из мифов. На самом деле важно количество часов. Вот есть средний референс. Ну, хорошо. А в определённое время вырабатывается определённый саназотробный гормон, который как раз-таки помогает отдохнуть организму. И всё-таки он вырабатывается в определённое время. То есть, если ты в это определённое время не заснул, ты его недополучил. Правильно я понимаю? Вот развеете мой миф? Ну, есть такое мнение, скажем так. Но я встречала исследования, информацию о том, сейчас, по-моему, я забыла, в какой стране обсуждается вопрос перенесения уроков в школе на более позднее время. Потому что доказано, что с утра, во-первых, мы плохо соображаем, когнитивная функция снижена, и мы начинаем просыпаться там чуть позже. И они экспериментировали как раз над тем, что не зависит от того, в какое время ты лёг, главное, сколько ты наспал. И, ну, в общем, я думаю, что для тех, для кого вот этот вопрос принципиально важен, задача не послушать меня или вас, а задача услышать, что существуют разные точки зрения на этот вопрос, и поискать информацию, которая ему подойдёт. И тогда как бы взятки гладкие с нас обеих. Ответственность на вас, ребята. То есть важно количество, это суперважно. Более того, со сном не работает так, что ты типа не досыпаешь 5 дней в неделю, высыпаешься в выходные. Так это не работает. Невозможно добрать. То есть вот первое правило в нашем доме – это сон, это там святая святых. Второе правило в нашем доме – у всех должен быть спорт или какая-то физическая, ну, физическая двигательная активность. То есть правило 10 тысяч шагов вот у нас там с мужем существует. Да, вот у меня, я не снимаю вообще этот… Полар? Да. Нет, не полар, это фидбит. Но за шагами я слежу. У меня есть тренировки, у мужа есть тренировки, у детей там в садике есть тренировки. Старший сын, вот сейчас мы столкнулись с проблемой гаджетов, но он в принципе знает, что правило в доме, что все занимаются каким-то спортом или какой-то физической активностью. Не хочешь идти на спорт – иди на улицу, катайся на велосипеде, иди бегай. То есть физическая активность – это правило номер два. Третье правило – сладкое мы едим один раз в день, не больше. Ну, то есть у нас… Классное правило. Да. То есть каждый день, в принципе, не то чтобы на Новый год. Не-не-не-не-не-не, каждый день мы знаем… Чтобы вкус не забыть и в то же время ограничить. Обязательно вот каждый день есть радость, причём в нашей семье, например, это вечером. Соответственно, я совершенно точно сейчас знаю, что вот один из больших мифов о том, что там нельзя есть до шести, вот эта вот история про ужин отдай врагу, там на завтрак наешься, на самом деле это работает далеко не со всеми. Ну, это, да, калорийность, она в сутки. Она в сутки, и наш организм так не работает. Почему это пошло? Просто от того, что если ты в начале дня съешь много калорий, потребишь углеводы, у тебя есть время их сбросить. Да. За те же 10 тысяч шагов. Наверное, ты приехал в участие. Какая именно сладость? Что едят дети? Что это такое? Конфеты? И риски, и зефирки. Во вкус велика. А тортики? Ну, тортики я сама делала. Да, вы же мастер. Да, зефиры во вкус велика на самом деле очень хорошие, согласен. Вкусные, в шоколаде. Да, я и сама пеку. В общем, вот в этом смысле мы тоже особых проблем не видим. Это правило номер три. Дальше я даже не знаю, что еще. Так вот на вскидку. Ну, и максимально разнообразный рацион. По возможности. Я, понятно, пытаюсь, там, старые добрые угроза, подкуп, шантаж. На детях я все это практикую. Да, там, съешь рыбу, посмотришь мультики, просите, да. Ну, смотри, например, ну, это понятно, вот ты говоришь, вот дома мы едим так, но если вы поехали в какой-то ресторан, вы же, наверное, бываете в каких-то ресторанах? Да, мы бываем в ресторанах. То есть что вы заказываете, какую еду? Все, что нравится. Вот все, что любишь, все, что нравится. Ну, я не знаю, последний раз мы были в кофемании, я заказала... Вот, кстати, когда я выезжаю в какой-то ресторан, я стараюсь там есть рыбу. Потому что, во-первых, я дома не люблю вот этот запах, я не люблю ее готовить. А там, ну, я надеюсь, что повар как-то сможет мне предложить что-то более или менее вкусное. В кофемании вкусно пока делают с лососем. Вот, дети выбирают то, что они хотят. То, что они хотят. То есть, ну, мы не ходим в Макдональдс, поэтому я спокойна. Так, ну, в принципе, что хотят, то и выбирают. Сейчас вы их сильно не ограничиваете, то есть у них есть право заказать желание. Да, ну, мы ушли от этих вот пищевых запретов. Мы понимаем, что на самом деле, даже если ты выстроил идеально чистый рацион, если ты бегаешь там каждый день марафон, если ты спишь, но при этом у тебя постоянный стресс, насколько твой режим дня и все прочее вообще идеален и соответствует вообще твоим ожиданиям, то вот этот стресс от того, что, ну, вот артерексия, например, да, или еще что-то, он нивелирует все твои якобы достижения. Поэтому, наверное, с детьми, Юра, это работает, что родители, пример, вот это вот все, или тоже не работает? Ну, конечно, пример, пример. Я всегда и говорю, что всегда показывают только своим примером, они всегда копируют. Не просто пример, они на сто процентов копируют. Смотри, если говорить про книжки, вот которые, в принципе, когда ты читала, да, понравились, не понравились, это там трансерфинг живые, живое питание, потом аюрведа, из них хотя бы есть что-то такое полезное, или нет? Я думаю, что вопрос, там, в тот момент для меня это было полезно, да, я, там, не знаю, это же трансерфинг или какие-то эзотерические практики, которые тогда мне импонировали, в общем-то и целом, и сейчас я верю в то, что мир есть не только материальный, но есть некое нематериальное. Ну, это вопрос про, не знаю, психологическую составляющую. Если я думаю, там, о плохом, то, скорее всего, я и буду видеть только плохое, вот, да, доказательства своей правоты. Можно к этому подтянуть трансерфинг? Наверное, можно, да. Если ты ориентируешься и стараешься видеть только хорошее, то Вселенная тебе будет улыбаться, и ты будешь получать только хорошее. А если ты при этом, не знаю, будут случаться какие-то плохие истории, ты не будешь на них так фокусироваться, потому что ты веришь в то, что Вселенная тебе помогает. Поэтому, да. НЛП наше всё. Машенька, ещё больше, пожалуйста, расскажите всё-таки о своём проекте, что мы как-то начали, мы поняли, как он родился, а всё-таки как он помогает, ну, не побоюсь сказать, миллионам людей. Ну, я надеюсь, что это будут миллионы. Будут миллионы. Да, пока это десятки тысяч. Но история следующая. Соответственно, если человек, и, как правило, человек не знает, какие анализы ему надо сдать, наш проект закрывает этот вопрос. Мы сосредоточились на том, что есть базовые проблемы, базовые риски для разных групп людей. Мужчина-женщина, ребёнок-взрослый. Ну, условно, если 70% женщин в мире имеет дефицит железа, то, скорее всего, каждой женщине надо проверить хоть раз в жизни, есть у неё этот дефицит железа или нет. Наш проект это обязательно предложит ей сделать. Если мы живём, не знаю, в йододефицитном регионе, как в Москве, ну, как в России, то, как минимум, ты должен, ну, надо проверить хоть раз в жизни, как дела с щитовидной железой. Ну, и, в общем, вот на таких каких-то, во-первых, ну, таких базовых дефицитах, которые каждый человек в состоянии сам скринить. Какие-то сложные вещи мы не можем проверить без врачей. А вот анализы, которые достоверно скажут, есть проблема или нет проблем, ну, там, витамин D ты сдал, ты же по анализам увидишь, есть проблема или нет проблемы. Дальше ты уже решаешь, как это определить. Соответственно, мы сосредоточились на том, что есть вещи, которые люди могут контролировать сами, есть базовые зоны риска для здоровья, и поэтому не надо идти в лабораторию и тыкать пальцем в прайс, а лучше сдать то, что точно надо, что признано международным медицинским сообществом. Там понятный набор тестов. Первое. Мы закрыли вопрос, что людям сдать. Дальше, так как мы знаем, что референсы не всегда нормы, с данной анализы надо правильно расшифровать. То есть прочитать, да? Ну, прочитать, да. Для этого есть анализы элементарно. Так родилось название. Анализы элементарно. Я представляла, как вот этот прообраз Шерлока, вот он смотрит, всё понятно. То есть если ваш гемоглобин в референсах, но он не соответствует нормам, которые собраны в руководстве, а там список из 150 источников, из которых мы собирались, проверяли с врачами, то вы будете и дальше ходить по докторам, искать, в чём же причина выпадения волос, например. Вот. Дальше человек сам расшифровал, и с этой проблемой он пришёл к доктору. Доктор проблему не видит, например, но человек хотя бы может направить его внимание вот сюда. Доктор, а я вижу, что здесь есть проблема. Давайте обсудим. Разные бывают доктора, какие-то не идут на контакт и говорят, ну, вы сами знаете, ну, лечитесь сами. Но есть доктора, которые, ну, мир меняется. Превентивная медицина существует. Да, да, которые говорят, а в принципе, да, давайте будем, доктора пользуются нашими продуктами. Кто вам помогал создавать этот продукт? Ну, на сайте главном есть команда внешних консультантов. Целая команда, да? То есть у них есть и образование у некоторых медицинских? А, это, в принципе, команда докторов, а вы создали как бы идею. Я создала идею, я её сначала сделала, эту идею, потом доктора проверили. То есть всё серьёзно. Но так как я говорила про критическое мышление, да, про пирамиду доказательности, я узнала, что просто мнение доктора вообще-то недостаточно. Доктора бывают разные, доктора ошибаются. Поэтому для того, чтобы это было не просто мнение доктора, я нашла исследования, учебники, гайдлайны, где это написано. Но так как я там не доктор, я могу неправильно что-то прочитать, поэтому я это сделала, а доктора проверили. А есть некоторые параметры, которые прям делали доктора. Например, диагностика инфекции хеликобактера. Вот мы сами сильно обожглись, когда у меня врач заподозрил эту инфекцию, назначил, как выяснилось, не те анализы, не так её надо было идентифицировать. Мы пролечились. Он опять назначил не те анализы, которые он попытался проконтролировать, эффективность лечения. Теряли время, теряли деньги, теряли здоровье, потому что хеликобактер лечится антибиотиками. Нет, мы пили антибиотики. Вопрос только в том, что когда сдали не те анализы, доктор решил, что лечение прошло неэффективно, надо новую схему назначать. А потом мы с доктором-гастроэнтерологом, который прям абсолютный авторитет для меня, доказательная медицина, ПИЧД и прочее, она помогла, сделала вот эту диагностику, где рассказала, какие анализы надо сдавать, какие не надо сдавать, как не надо интерпретировать и прочее, прочее. То есть для человека, у которого, например, есть подозрение на эту инфекцию, и которому говорят, вы ещё детей своих должны пролечить, вот такой слайд может просто спасти, сэкономить кучу денег и многое от чего уберечь. Поэтому вот этот проект, он очень такой, я не знаю, социально направленный. Мне кажется, любая мама сейчас должна иметь возможность самостоятельно также смотреть в эти анализы, чтобы разделять ответственность с доктором. Так, конечно, классно мы пришли. Ай, доктор плохой, он нас не полечил. Ну, ай-яй-яй. А так, у тебя есть инструмент, пожалуйста, раздели ответственность, возьми ответственность за своё здоровье тоже в свои руки, а не только надейся на кого-то. Или, например, как отличить доктора. Ну, окей, вот он хорошо говорит и симпатичный. Вот я по этим параметрам должна его отличать или как? Нет, ну, хорошо, есть там Сеченский университет. Или он улыбается просто, или просто хорошо улыбается. Нет, но есть там повышение квалификации, да, что ещё может быть? Потому что закончил там в 82-м году, где-нибудь там, да, в городе России. И больше мы обучение, повышение квалификации не проходили. Ну, то есть я вот почему ещё смотрю у докторов? Чтобы это было современно. Медицина идёт вперёд. Она, конечно, экспериментальная, но она как бы всё равно идёт вперёд. Ну, например, те источники, на которые я опираюсь, блин, вот норма гемоглобина. Она древняя. Это не современная наука, это настолько уже… Или там клинические рекомендации по детям, они от 2015 года. Ну, то есть даже не в этом дело. Более того, есть такая штука, как апелляция к авторитету. То есть если мы думаем, что там профессор на умных щах что-то вещает, то он точно прав, он же целый профессор. Но мы знаем вот этих сумасшедших профессоров, которые лечат онкологию содой и прочее-прочее. Это тоже врачи. И вопрос, если ты не… У тебя нет инструментария, нет понимания, как его отличить, то, по сути дела, ты зависишь просто от случая. От случая, да. Вот тебе либо повезёт, либо не повезёт. К сожалению, так. Твои дети в детский сад ходят или в школе уже? Старшие в школе, младшие в детском саду. Вот что они там едят? Как ты договариваешься? Я думаю, что ты приходишь, наверное, и говоришь так. Вот это давайте, вот это не давайте, вот это надо, а это не надо. Как они тебя потом воспринимают? Ну, у нас частный сад. И в этом смысле нам повезло. Там куча детей-аллергиков, там мамы приносят вот эти свои контейнеры и прочее-прочее. Раньше у нас была такая история, что с детьми я передавала фрукты, потому что на полдник в садиках вот эта плюшка и сок, да, или булка какая-то и сок. Вот я говорила, вместо полдника дети едят вот эти фрукты. И это работало до какого-то времени. Ну, а потом они, наверное, хотели тоже. Старшему сыну стало 6 лет, он сказал, а я не намерен. А я хочу вот так. Ну, окей. Поэтому мы знаем, что в садике, в общем-то, более-менее это частный садик, там не злоупотребляют сахаром. Там, ну, так или иначе, все более-менее нормально, поэтому дети просто едят в садике. Старший сын, это уже пятый класс, тут я ничего уже не могу сделать. Вот он приходит из школы, говорит, а там был невкусный суп, там было невкусное второе, я съел 12 кусков хлеба. Но я, в принципе, начинаю вспоминать, ну, как-то люди в войну же выживали, как-то дети в Африке выживают. Ну, окей. Ну, жить и выживать, да, разные вещи. Да, ну, соответственно, моя задача объяснить, моя задача показать. И вот я соглашусь по поводу примера, да, то есть если у нас в семье там мама практиковала строгий режим, то я тоже вот про строгий режим, про вот этот порядок, про то, что дома должна быть еда, да. Поэтому, вероятно, если сейчас он там в предподростковом возрасте, в общем-то, не особо, ну, чем его я напугаю? У тебя будет рак простаты или что я ему скажу? Ну, это уже тоже, да, такая сомнительная. То есть у меня нечем апеллировать, если человек здоров, да, он не понимает, что такое нездоровье. Ну, ты теоретически знаешь, я не понимаю, как человек без ноги, например, двигается. Но я понимаю, что ему сложно. Но вот это ощутить я не могу. Ну, вот смотри, здесь, наверное, я бы просил тебя вот в твою камеру дать напутствие нашим родителям, которые выбирают школу, потому что школа выбирает там, какие там занятия, какие там педагоги. А вот какую еду дают школе, вот как выбирать школу по качеству еды? Как дети потом у них завтрак, полдник? Вот как выбирать школу вот по такому способу? Что бы ты посоветовала? Я посоветую начать с семьи. Вот правда, одной школой закрыть вопросы по здоровому образу жизни невозможно. Даже если мы возьмём простую математику и посмотрим, сколько раз в течение дня ребёнок ест дома и ребёнок ест в школе, то мы поймём, что больше половины приёмов пищи, 50% его калорий, придётся на домашнюю еду. Поэтому родителям надо снять тревожность, надо расслабиться, надо принять мир таким, какой он есть, и работать с тем, что мы имеем. А значит, в наших силах обеспечить полноценный здоровый завтрак, смириться с тем, что в обед может быть 12 кусков хлеба, окей, мы это как-нибудь переживём, выдохнули, дать нормальный ужин, да? Ну и, собственно, и полдник по возможности. Я бы так подошла к этому вопросу, потому что если мы будем формировать у нас, у родителей повышенную тревожность, мы тревожимся по качеству образования, как школа там даёт нам образование, мы тревожимся по тому, какое количество времени он проводит в гаджетах, мы тревожимся по поводу обстановки, то есть и добавлять себе ещё тревожности по поводу того, что в школе ему не дали брокколи на пару, а дали булочку. Это тумач. У меня просто несколько фраз, которые я услышал, они зацепились. Первая фраза была, всё-таки был ли опыт с чайным грибом или нет? Опыт, кстати, про опыт с чайным грибом. У меня этого опыта не было, но мне кажется, в моём детстве чайный гриб жил у нас в банке. У всех, да? Прямо вот это пить, даже сахаром засыпали. Вот. И всё-таки после фразы про гуглить в Яндексе... Когда ты хотел сказать «гуглишь в Яндексе» и всё такое. Я хотел уточнить, когда-нибудь в Яхуэле или в Рамблере или Мэйл Руш или в Бинге. Я слишком стара для этого дерьма. Вот сейчас я считаю, что самая правильная точка, чтобы закончить. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний выпуск. Вы были на моём YouTube-канале «Белонощенко подкаст». С нами была Мария Попова, нутрицолог, смартмани. Подписывайтесь на её Инстаграм. У тебя сколько уже? 200 тысяч подписчиков в Инстаграме? Нет, ты пока не дотянулась. Но скоро будет уже 200 тысяч подписчиков в Инстаграме, основатель проекта «Хеллз Нормс». И Татьяна Климова, мой соведущий мастер спорта по синхронному плаванию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите своё мнение в комментариях. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски, потому что в следующий раз будет очень много интересного. Пока! Всем пока! Ура!